У меня на канале сложилась традиция, каждое лето я выпускаю ролик, где я рассказываю о каких-то своих личных переживаниях, мыслях и всем таком. И еще так получается, что на моем канале каждое новое лето, каждый раз новых чуваков гораздо больше, чем олдов. Так что добро пожаловать в новый формат. Здрасте, вы на канале Сейна. В этот раз хотелось бы коснуться темы искренности в музыке, потому что это вопрос, это то, что приводит как аргумент. Знаете, в принципе, нет никакой объективной оценки музыки, и я задумываюсь над этим, потому что мой канал про искусство, и, ну, это просто обобщающее слово. Я просто не хочу конкретизироваться и уходить в какую-то узкую сферу, поэтому держусь всего одновременно, в общем, называю это искусство. И в том числе я говорю и о музыке. И в случае с музыкой, как и с любым другим, за редким исключением искусством, нет объективных критериев для того, чтобы это оценить. Потому что у каждого жанра есть свои рамки, кто-то считает, что группа скиллет и лизер звучат искренне и делают от сердца. И, ну, в общем, это субъективно просто да нельзя. Но почва для размышления, которую дает этот вопрос, она более чем обширна. Для начала я приведу примеры, говорящие о том, что говорить об искренности музыки совершенно бесполезно. То есть говорить о каких-то авторах типа там Зимфиры или ДДТ или других групп, которые там зациклены на одном исполнителе. Или, допустим, группа Афинаш, которые выражают чувства и конкретно посыл конкретно одного человека. То есть, да, там могут быть гитаристы, которые работают с аранжировками. Там могут быть другие музыканты, которые также вносят свои коррективы и добавляют общей музыке своего почерка. Но, тем не менее, это можно считать исповедью одного человека. И поэтому к искренности вопросов не возникает. Но вы без труда можете найти альбом какой-то группы, который писался три года или пять лет. То есть они там 150 миллиардов часов сидели над каждой аранжировкой. Составляли материал, подбирали темы, искали концепции и т.д. и т.п. Запарывали тонны материала. И также вы можете найти дофига примеров групп, которые записали альбом за сутки или за неделю. Например, у Megadeth был момент, они записывали countdown to extinction. И они просто заперлись на студии. И как было? То есть была студия. И прямо с нее можно было выйти на небольшую баскетбольную площадку. Их распорядок дня всю неделю заключался в том, что они приходили на студию, начинали ебашить. Когда уставали, шли поиграть в баскетбол. Просто покидать мяч в кольцо. После этого опять ебашили. После этого проголодались. Рядом были чизбургеры. И недалеко просто от студии они шли, хавали чизбургеры и повторяли этот круг снова. Записываются, кидают мяч в кольцо, идут за чизбургерами. Записываются, записываются, кидают в мяч в кольцо, идут за чизбургерами. И так неделю. И они записали, ну, очень многие считают это лучшим альбомом за всю историю Megadeth. Я, в принципе, готов с этим согласиться. Вот. Это не значит, что они не выпускали хорошего материала после этого, но этот альбом, пожалуй, действительно можно назвать лучшим. И вот вопрос. Какая музыка более искренняя? Которая пишется годами или которая пишется за неделю? И даже можно то же самое спросить в рамках группы. У Black Sabbath'а есть альбомы, которые записаны как за неделю, так и чуть ли не за год. То есть, ну, нельзя считать там их простое в 10 лет временем записи альбома, потому что они над ним не работали, но в действительности год музыкант вполне может работать над релизом. Вы знаете группу Pelk. И лучшим разрешением этой ситуации для меня служит цитата Сергея Шнурова из фильма про группировку Ленинград, которая вышла на их же канале. Я вам советую посмотреть, ссылочка в описании будет. Она прямо на ютубе валяется. Он говорил там, что искренность это такой же инструмент, как и все остальные атрибуты исполнителя и другие вот фишечки, которые он может использовать. То есть искренность, она может как быть, так и не быть. И это просто часть инструментария, наряду там с экстрим-вокалом, сценической гримировкой и чем еще угодно. Когда люди говорят про искреннего исполнителя, они подразумевают, что вот это вот именно искра, то, что вот получилось в потоке чего-то, в том самом вдохновении, оно и есть самое чистое и прекрасное, что есть в музыке. Спорное заявление. От себя могу привести в пример группы типа Blind Guardian и прочие, у которых настолько просто сложная музыка, что понятно, что она не написана в одном порыве. В этом видна масштабная работа. То же самое, кстати, относится к Red Hot Chili Peppers, которые звучат действительно как такой своеобразный джем, но если вы вслушаетесь в музыку, вы поймете, что джемом это написать невозможно. Это тоже очень долгая работа. Даже я люблю рассказывать историю про Нирвану, и несколько раз упоминал ее уже в роликах, про то, что один из барабанщиков Нирваны, один из тех, кто в итоге не вошли в золотой состав, он вылетел из-за того, что был не готов репетировать каждый день. Песни Нирваны, которые все говорят, что сыграны на двух аккордах. То есть вот туда тоже вкладывалась тонна труда. И ладно бы при всем этом было две градации. Искренность и неискренность. Но в действительности же все по-другому. Мы же не можем вот действительно разделить все на две категории. А куда относятся артисты, которые делают вид, что они искренние? То есть, по сути, все вот эти вот заебавшие всех песни про любовь, которые поют на эстраде, они тоже, они считают себя искренними. Там какая-нибудь... Вот любая попсовая исполнительница или исполнитель, которого вы вспомните, и он поет песню про то, как любовь, или про то, как любовь кончилась. И вот вся эта история, она подается как чувство в чувствах. Но действительно, какую это ценность имеет? То есть, это то же самое, что и абсолютно искренние музыканты. А как определить абсолютную искренность? А может ли быть искренность наиграна на какой-то процент? То есть, допустим, это полуискренняя музыка. Или это вот, мы считаем только целиком искреннее. Короче, вы поняли, само определение, оно никуда не годится, и мы не можем точно определить его границы. И тут же хочется заметить то, что очень многие группы, которые, казалось бы, не искренние, они очень крутые. Хочется отнести это к Рамштайн, которая от начала до конца сцена. Это театр. То же самое относится к Little Big. Это те же Рамштайн, просто в другом жанре. То есть, это группа, которая работает на собственной экспрессии и образах. Возможно, кто-то и гоняет в плеере Little Big, но это нельзя сказать, что это в первую очередь музыка. В какой-то степени Короли Шут были такими же, потому что вряд ли можно сказать, что они искренние. Их вот эти вот сказки в песнях, это выдуманный сюжет, поэтому нельзя считать его искренним. И здесь напрашивается то, что искренность это действительно просто прием. Это не критерий. То есть, над музыкой могут работать 10 человек, и это может быть от начала до конца проект, но при этом, в данном случае, все зависит от авторов проекта. Это может быть не искренне, но это будет круто. Как Рамштайн и Little Big и Hatters в ту же копилку. Я считаю, ну типа, Hatters мне не так нравится, но это абсолютно в ту же степь. Тут речь скорее о представлении об исполнителе, которое сложилось у людей в голове. Людям нравится представлять какого-то такого творца, который сидит у себя на волшебном дереве, на волшебных веществах, занюхивает свои вещества, и ему приходит муза вдохновения, которая спускает на него песню, он эту песню записывает, вы ее слушаете, и все, вам муза песню принесла, все охуенно. Но действительно ли вот эти вот музы, они дают больше качества, чем много работы профессионалов? Да нет. На самом деле, львиную долю музыки, которую вы слушаете, пишут либо коллективы, либо такие же продюсерские проекты. В итоге, действительное представление, которое я хотел бы видеть в головах людей, это скорее именно авторы идеи и организаторы всего этого. Потому что тут скорее вопрос про то, во что люди вкладывают силы. Допустим, группу Серебро, ну понятно ее, нельзя считать искренне, окей, она в эту категорию вписывается. Но ее проблема не в этом. Проблема в том, что все люди, которые ее делают, им неинтересно делать музыку. Им интересно делать продаваемый продукт. И в этом как бы проблема. И более того, здесь все становится еще сложнее, потому что даже если тебе хочется делать крутую музыку, тебе при этом может хотеться, чтобы твоя музыка продавалась. На самом деле, из всего этого многообразия нельзя правильно или неправильно выбрать. Тут вопрос именно в том, что ты выбираешь. Потому что ты в итоге, ну ты в числе многих, определяешь успешность артиста и определяешь сцену в общем. И то, что нынешняя российская публика хавает там, ну, фейса не хочется приводить. Слишком скользкий и заезженный пример. Фейс говно. Ну говно, но это как-то пресно, говорить фейс говно. Я автор, алло. Прямое включение из монтажа этого видоса. Я вот думал, какой пример привести. Хам, что-то фейс слишком банально. Монтирую ролик и, сука, клип Артура Пирожкова-алкоголичка первое место в трендах. Уже второй или третий день он, блядь, первое место в трендах удерживает. Мужик, КВНчик, просто 150 тысяч лет назад написал, блядь, Артур Пирожков согреет теплом своих пирожков. Ха-ха, блядь, расха-ха. И спустя 10 лет это самая популярная музыка в стране. Да пошли вы нахуй, пошли вы нахуй. И понятно, что это не какой-то мировой масштаб трагедии. Это просто движение музыки. А движение музыки очень часто определяет слушатель. А слушатель это некая абстрактная величина, некое усредненное значение, которого буквально не существует. Вы не найдете этого самого среднего слушателя. Но при этом усредненные значения в итоге влияют на сборы, чарты, продюсируемые проекты и так далее. Мы находимся с вами, то есть обсуждая музыку, мы с вами всегда попадаем в череду самых разных закономерностей, из которых мы в итоге даже вряд ли сможем сделать какие-то выводы, которые там объяснят нам будущее или объяснят нам мнение людей. Нет, они просто покажут нам ситуацию. И сейчас мы находимся в ситуации, когда огромное количество людей слушают музыку как-то номинально. Они не имеют собственного вкуса именно в смысле готовности его объяснить. У них есть музон, который нравится. Ну ладно, хорошо. Вот задайтесь вопросом прямо сейчас. Готовы ли вы объяснить, почему эти песни вам нравятся, а эти песни не нравятся? То есть вы, конечно, можете найти какие-то аргументы в духе, тут есть аранжировка, а вот тут вот есть интересный вокал, да? Словам научиться можно. Но именно в широком понимании, что для вас является критерием крутой музыки и критерием отстойной. Если мне задать этот вопрос, то, пожалуй, идея. Но опять же, скажи мне идею, я скажу тебе, крутая она или нет. Но это будет, опять же, сверхсубъективно, потому что я скажу вам, что, допустим, все русские вот оппозиционные песни, да, которые такие, нахуй власть, вот в этом духе, как, например, Топ Хаски и Джимбо или там альбом Фейса, они, по-моему, жутко беззубые. Это просто не получается. Даже Ice Peak смерти больше нет. Именно как политическое заявление, оно меня скорее расстраивает, чем радует, потому что, ну, оно есть, но оно беззубое. Оно сообщает все и при этом ничего. При том, то, что Хаски и Джимбо называют Топ, я называю Болото, когда об этом рассказываю. И, по сути, мы сошлись даже в терминологии, даже в том, как мы, какую метафору мы подбираем к нынешней ситуации. Но при этом я все еще считаю, что ни одной действительно достойной русской песни о нынешней ситуации в России я не слышал. Ну, не было ее. И самое печальное, не факт, что будет, потому что это мой субъективный взгляд. И вы думаете, Сейн, к чему это? Ну, субъективный, ну, и что, блядь, дальше? Что? А то, что это и есть единственный способ существования индустрии и культуры потребления продуктов этой самой индустрии внутри страны, какого-то поля или типа того. То есть я сейчас вещаю, я вещаю не на Россию, а скорее на СМГ. Потому что я смотрю статистику, меня там смотрят из Украины, из Казахстана, например, с казахами у меня вообще интересная тема. У меня, вне зависимости от количества подписчиков, всегда 3% казахов. Я не знаю, как они организовались, они приходят очень ровно. Всегда у меня вот 3% казахов. И эти люди могут быть со мной согласны и не согласны. Но так или иначе это повлияет на них. Сам факт того, что я что-то обсуждаю, а вы это слышите, заставляет вас формировать мнение об этом. Вы можете согласны быть или не согласны. Так или иначе, все, что вы напишите в комментах, там поставите под моим роликом. И вот любое ваше действие, которое совершено с моим контентом, оно мне идет в плюс. Поэтому, кстати, совершайте их там, комменты, лайки и все такое. Это помогает моему каналу, если что. Но проблема СМГ в том, что если чувак даже нашел мой видос, не факт, что он найдет какой-то второй. Ой, не факт, что о том же Сироткине он найдет хоть какое-то другое мнение. Потому что прелесть музыкальной индустрии в том, что это именно масштабное обсуждение. Я пытался прошариться по музыкальным блогерам в Америке, и это не какие-то крутые продакшены. Потому что я ожидал найти какой-то действительно очень взвешенной критики. Я ожидал найти крутых журналистов, которые перебрались на YouTube. Ожидал найти очень много чего, в итоге нихуя. Это люди, которые запариваются со съемкой еще меньше, чем я. Они просто сидят у себя в комнате, снимают на самую галимую камеру. И просто, даже без особо запарных склеек, просто рассказывают свои впечатления о тех или иных музыкальных релизах. Это то, что сейчас есть в Штатах. И в этом плане мы не отстаем от Штатов, потому что у нас вы можете найти того же Ника Черникова, который, кстати, зачастую, ну или наоборот, в среднем собирает просмотров больше, чем вот эти самые американские блогеры. Но вопрос в чем? То, что сейчас это выглядит вот так, это исключительно вопрос времени. Я уверен, готов пованговать, через пять лет вы увидите абсолютно новые лица, которые будут говорить о музыке. И, вангую более осторожно, через десять лет абсолютно вся индустрия музыкальной, не то что критики, а в принципе разговоров о музыке, вот будем обобщать, контент о музыке, он будет выглядеть абсолютно иначе. Контента об искусстве, в смысле о картинах, не факт, вряд ли. Не такой спрос, не такая динамика развития самой сферы, чтобы там вот прям что-то рождалось. С музыкой нет. С музыкой люди научатся говорить о ней правильно. Подтверждением тому, что я говорю, служит, допустим, формат изи-рэп. Вы все знаете Моргенштерна. Этот формат, он не то что выстрелил, он разорвал. Вот просто потому, что мы нуждаемся в таких находках. Люди любят музыку, люди слушают ее каждый день, но при этом контента о ней категорически мало. Зайдя на русский ютуб, дальше вот Черникова и меня, которых вы, допустим, и так знаете, вы найдете, допустим, канал Брыщ, который ведет и так музыкальная журналистка. Но вы зайдете туда, и вы поймете, что это безумно конъюнктурная история. Это исключительно для рок-чуваков. Начиная от тем обсуждаемых, заканчивая внешним видом ведущей и манерой вот разговаривать. Она и в прошлом музыкальная журналистка, но в итоге то, как она ведет, не знаю, может, она пытается там работать на какую-то новую аудиторию, но у меня ощущение, что если человек сам по себе с роком не связан, он никогда Брыщ смотреть не будет, потому что это конъюнктурная история. И имеют ли такие право на существование? Имеют гораздо больше, чем какой-нибудь универсальный Николай Соболев. Но такие должны существовать именно большой массой, как Пчелиный Рой. Это должно быть огромное количество разных авторов, которые снимают для своей маленькой аудитории. Потому что музыкальный вкус — это штука, которая раздрабливает людей не то, что на маленькие группы, а которая раздрабливает их на мизерные. В принципе, людей с похожим музыкальным вкусом найти можно. С одинаковым подозреваю, что вообще нельзя. Так или иначе, найдите двух любых людей, которые вот похожи прям вообще пиздец именно по своим взглядам и вкусам. Но у них стопудово найдется песня, которую обожает один и ненавидит другой. Потому что именно вот в таких вещах проявляется вот тонкость нашей натуры. И для этого нужен разношерстный рынок мнений, рынок информации. Вот примерно такой у меня взгляд на нынешнее состояние индустрии. Надеюсь, вам интересно смотреть мои видосы про музыку, если что. И мнение по поводу искренности у артистов я бы с удовольствием почитал в комментах. И мнение по поводу того, что вы считаете не хватает на ютубе, чего не хватает музыкальной журналистики, музыкальной критики. В принципе, музыкальному контенту, любому вот контенту про искусство. Потому что, понимаете, этого сейчас нет. Сейчас самое время фантазировать, выдавать самые ебанутые идеи. Их пробовать, экспериментировать и вот херачить до талого. Пока вот не получится. Пока мы не найдем несколько вот таких ключевых форматов, как, допустим, нашлось ток-шоу или нашлось реалити-шоу, да, которое устоялось, это заебись, хуйня, их до сих пор снимают. Вот такие же форматы нужны для обсуждения искусства. Так что пишите мне ваши варианты в комменты, а прямо сейчас вы увидите список лучших людей на планете. Это мои люди с Патреона. Если вы хотите поддержать канал, вступайте в их число, ссылочка в описании. А на этом все, ты знаешь, ди-кнопка подписки. А прямо сейчас свет изменился, и ты видишь старые видосы. Эти видосы просто охуительные. Ты даже не представляешь, насколько распиздатые видосы ты увидишь, если нажмешь на них.